Есть на Южном Урале одна легенда, которая передается местными жителями из поколения в поколение. Речь идет об одной девушке из древнего племени охотников. Природа наделила эту девушку невиданной красотой. Но она об этом не знала, пока не увидела свое отражение в кристально чистом горном озере. Собственный облик так поразил юную красавицу, что ее сердце от волнения выскочило из груди и растворилось в озере. Девушка застыла в немом изваянии, превратившись в каменного лося, считавшегося хозяином Южноуральской тайги. Изваяние лося со временем рассыпалось, и его осколки в виде острых ребер остались торчать из земли на горном хребте возле старых одиноких лиственниц. Эта легенда так бы и дальше существовала в образе красивой сказки. Но несколько лет назад местные жители, путешествуя по здешним горным тропам, случайно наткнулись на осколки камней, которые очень точно подходили под те, что описаны в древнем предании. А когда эти камни стали исследовать, то поняли, что это невиданное для уральской земли таинственное сооружение, разгадка секрета которого может внести серьезные коррективы в историю развития цивилизации на нашей планете. Это произошло в 1989 году. Челябинский краевед Александр Шестаков со своими друзьями отправился в поход по западному склону Южного Урала. У подножья горного хребта с названием Зераткуль путешественники решили сделать привал. Когда стали искать подходящее место, то на ближайшей поляне вдруг увидели, что трава в некоторых местах растет неравномерно, как бы создавая естественные тропинки. Попробовали пойти по этим тропинкам и неожиданно догадались, что это лабиринт. Откуда он здесь появился? Кто его сделал? Горный хребет Зераткуль давно слывет одним из самых загадочных мест Южного Урала. В лесах и у подножия гор до сих пор можно найти древние тотемы и места поклонения языческим богам. Не менее таинственно и одноименное озеро. Зераткуль – слово тюркское, и его местные жители толкуют по-разному. Одни говорят, что это потерянное сердце, другие – мертвецкое озеро. Не то ли, которое погубило красавицу из древней легенды? Кто здесь когда-либо побывал, отмечают сильно ощутимые энергетические поля, которые источают как само озеро, так и окрестности хребта. Это место, в какой-то степени необычное место, являющееся аномальным урочищем. Как выясняется из рассказов местных и теперь уже из наших собственных наблюдений, процент появления над этой местностью НЛО и других аномальных явлений явно выше, чем в среднем по уральскому хребту. Место силы. Так именуются определенные точки на планете, где зафиксированы различные аномальные явления. Такие точки становятся объектами пристального внимания исследователей. Несколько лет подряд челябинский краевед Александр Шестаков пытался разгадать тайну непонятных тропинок, петляющих лабиринтом у хребта Зераткуль. Но ничего не выходило. Неожиданно пришла мысль. Посмотреть на урочище сверху, как бы из космоса. Он нашел снимки со спутников в сети, и когда начал их изучать, с изумлением обнаружил, что линии складываются в гигантский рисунок лося. Иными словами, лось – это фактически большой каменно-земляной вал без начала и конца, без какого-то прагматического назначения. То есть его нельзя использовать как крепость или как загон для скота, или еще какое-то сооружение в утилитарных целях. Его можно использовать только для одного – для того, чтобы сверху кто-то мог это изображение увидеть. О сенсационном открытии были тут же проинформированы специалисты по изучению аномальных природных явлений и археология. Экспедиция, которая прибыла на место обнаруженного лабиринта, подтвердила – контуры зверя – не просто шутка природы. Под так называемыми тропинками и лысыми возвышениями исследователи обнаружили каменную укладку. Сразу возникло предположение, что это может быть неким памятником наших далеких предков. Но каким? И сколько ему лет? Чуть позже удалось установить примерный возраст находки. Своё послание нам древние люди оставили в период с шестого по третье тысячелетия до нашей эры. Разбег большой. Но уже совершенно точно можно сказать, что это самый древний на нашей планете искусственно созданный на поверхности Земли фигурный узор. И один из самых больших. Изображение имеет длину 218 метров, высоту, ну если от копыт до рогов, 195 метров. То есть из фигурных изображений это самое крупное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...то косвенными подсказками или даже косвенными намёками. Главная тайна, которую пытаются разгадать исследователи, для чего древним людям, в буквальном смысле слова, боровшимся порой за выживание, понадобилось создавать гигантское изображение лося в предгоре. Пока невозможно вычислить, сколько понадобилось людей и трудозатрат для того, чтобы узор из камней все-таки был создан и через века и тысячелетия виден из космоса. На стройке этого знака был занят не один десяток человек. Кстати, подобные геометрические изображения на земной поверхности ученые именуют геоглифами. Самыми известными на Земле геоглифами являются рисунки в пустыне Наска на плато в южной части Перу. Они, кстати, на несколько тысячелетий моложе южноуральского лося. Среди изображений прямые линии, треугольники, спирали, птица, обезьяна, паук и цветы. Рисунки были замечены в 1939 году, когда над плато пролетел на самолете американский археолог Пол Косак. Рисунки невообразимы, а древность. Тем более климат позволил, находясь там на плато Наска, позволил им сохраниться. Если бы климат был другой, например, тропический, там бы все заросло и никого ничего не увидел. Видно только с огромной высоты. Еще один известный геоглиф – уфингтонская белая лошадь в Англии. Геометрический рисунок на земле стилизован под скакуна, но есть и другие варианты, такие как бегущий волкодав или дракон, которого победил святой Георгий на соседнем драконьем холме. Меловая фигура длиной 110 метров была создана в X веке до н.э. И ее доисторическое происхождение не вызывает сомнений. Кем и для чего создавались геоглифы, ученые до сих пор не знают. Есть несколько версий об их происхождении. Некоторые исследователи рассматривают гигантские рисунки как послания в космос разумным существам, которые создавались с надеждой на обнаружение в будущем. А может, и вовсе служили навигационным сигналом. Все эти изображения направлены в небо. Их можно увидеть только с очень большого расстояния. Иными словами, версия о том, что в те годы, в те тысячелетия люди могли себе позволить вознестись над произведением искусства и сверху проконтролировать или, по крайней мере, оценить эти произведения, они, конечно, достойны на существование. Эти линии, по одной из версий, носят прагматическое назначение навигационное. То есть для того, чтобы вас нашли, если вы ждете гостей сверху, позаботьтесь о том, чтобы гости обнаружили вас и нашли. Подобная версия может показаться слишком фантастической. Однако археологи не раз находили удивительно похожие на современные летательные аппараты изображения на стенах древних сооружений в Египте и Латинской Америке. Это дает основания предположить, что в доисторические времена могла существовать некая высокоразвитая цивилизация, обладающая технологиями воздухоплавания. А древние наскальные рисунки неких существ в одеяниях, напоминающих космические скафандры, наталкивают на мысль, что Землю вполне могли посещать инопланетные гости. И подобные геоглифы вполне могли служить им навигационными знаками. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, а сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной, и второй такой существовать не может. Другая версия попроще. Геоглиф – это посвящение промысловому животному лосю. Охотились, поклонялись, вот и сделали. Возможные изображения использовали для маркировки территории охоты или в качестве предупреждения соседним племенам, что появление здесь чужаков нежелательно. Лось – тотем племени. Давай изобразим, сказал вождь. Наш тотем. Все будут видеть издалека, что это наша территория. Тоже, кстати говоря, пограничный знак тоже может быть. Далеко не все исследователи готовы согласиться с подобным предположением. Здесь возникает вполне естественный вопрос. Охотились на лося всегда и везде. Так почему же геоглиф создали только на зероткулях? Охотились на медведя, косулю, кабана, зайца и прочую лесную живость. И им что, тоже делали геоглифы? Есть еще одна версия, которой придерживаются первооткрыватели геоглифа на хребте Азераткуля. Лось – скорее всего, сакральный объект, не имеющий никакого отношения к космосу и воздухоплаванию. Сами горы в этом районе в своем основании имеют породу белого цвета, что, по мнению местных жителей, могло также восприниматься в древнем обществе как священный знак. И не только это. Не зря исследователи не раз отмечали зероткуль как место так называемой силы. Эта версия, конечно, достойна сама по себе уважения и рассмотрения в качестве рабочей гипотезы. Но, на мой взгляд, скорее всего, что-то подсказывает мне. У аномальных явлений, которые в этом месте происходят, и у появления этого лося была одна единственная общая причина. То есть не аномальные явления появились, потому что появилось изображение лося, а древние строители почему-то выделили это место, в какой-то степени необычное место, являющееся аномальным урочищем. Уральский лось по своим размерам намного превосходит линии изображения Наске. Его масштабы таковы, что кто-то обязательно должен был контролировать процесс создания рисунка с высоты, практически с неба. Но каким образом? Значит, версия о возможностях воздухоплавания находит свое подтверждение. Однако скептики категорически отвергают даже саму мысль об этом. Геоглиф расположен не на ровной поверхности, а на склоне хребта, почти у основания. А что, если забраться на вершину? Будут ли оттуда видны очертания гигантского лося? Изучив местность, исследователи выяснили, что это возможно. И вот эта, например, поляна на самой высшей точке горы вполне могла служить площадкой, откуда древние прорабы руководили созданием рисунка. Сюда они поднимались для каких-то ритуальных обрядов, связанных с этим геоглифом, и отсюда наверняка руководили его строительством. Подавали какие-то сигналы, что сместить линии сюда-сюда, делали разметку именно отсюда. То есть это несложно. Площадка видна как на Алдуне. Подобному предположению попробовали найти подтверждение. Что же удалось выяснить? От геоглифа до вершины горы несколько километров. На этом расстоянии сложно разглядеть даже человека, а не то, что сигналы, которые он подает, пусть и с помощью факелов. Возможно, руководивший работами прораб передавал приказы через посыльных или по цепочке. Но для этого требовалось участие большого количества людей. Если посчитать с вершины горы до рисунка, то это порядка двух до пяти тысяч человек только стояло в ряд, чтобы друг другу передавать влево-вправо. Сколько же строителей трудилось над созданием огромного изображения? Это еще одна тайна геоглифа. Точные цифры пока не решается назвать никто. Но в одном из следователей уверены. Вряд ли это только жители здешних поселений или племен. Ведь лося нужно было не только построить, а этот титанический труд. За ним нужно было еще и ухаживать, чтобы он не зарос кустарниками, травой, очищать от ссоры и камней. На это сооружение было затрачено, наверное, по самым скромным подсчетам, тысячи человек от часов. То есть, иными словами, для такого грандиозного сооружения, я убежден, естественно, привлекались и специалисты, ну, пусть и тогдашние специалисты, но специалисты явно не дети. Специалисты способны изобразить достаточно качественно животное. Судя по всему, когда-то здесь, в Уральских горах, существовала могущественная цивилизация людей, которым было под силу построить то, что останется на Земле и тысячи лет спустя. Но что это за цивилизация? И когда она существовала? Вполне вероятно, что геоглиф является частью древней мегалитической культуры, которая существовала на Южном Урале. Исследователи предполагают, что перекличка в названиях хребта Зюраткуль и озера Зюраткуль не случайна. По одной из версий, ключ к тайне происхождения геоглифа спрятан в темных глубинах этого таинственного водоема. Если подняться в воздух на самолете и пролететь над озером, то можно отчетливо разглядеть некие загадочные объекты. Большой мыс, долгий ельник, разделен на идеально ровные квадраты. А цепочка квадратов уходит в глубину и еще долго идет по дну. Что же это такое? Сильно напоминает останки некогда существовавшего города. Каким образом древние жилища оказались под водой? Это озеро по площади в природном виде было в два раза меньше, чем сейчас. Вот сейчас оно около 13 квадратных километров, получается, было около 6. Это связано с тем, что уже в конце 19 века здесь начали превращать озеро в водохранилище. Сперва для плава древесины, а позже для работы на зероткальской газ. Именно поэтому очень многие стоянки, которые тяготели к воде, в настоящее время затоплены. Когда плотина сбрасывает воду, то на обнажившемся у берега дне можно обнаружить не только каменные жилища. Некоторые места буквально усыпаны древними орудиями труда. Нет, это кайло. Вот этим кайлом вот они рыхлили грунт. Но поскольку он приострённый, то есть он хорошо грунт рыхлит, но вытащить грунт им невозможно. Поэтому использовали вот такие вот скрёбы. Вот тут подработка, подтёзка, вот здесь под руку обработка, и вот им уже грунт выгребали. Но что интересно в этой коллекции, то есть это то же самое время, что и геоглиф. Находки археологов и краеведов подтверждают версию о том, что когда-то на озере существовало большое поселение людей. Ведь цепь каменных стоянок, почти полностью скрытых под водами озера, это по сути и есть древний город. В том, что на других участках озера в древности существовала некая цивилизация, исследователи почти не сомневаются. Логично предположить, что гигантский рисунок лося на склоне горы Зераткуль тоже создан представителями этой неизвестной цивилизации. Совершенно однозначно, что это то же самое время, когда строился геоглиф, что это вещи той же самой культуры. Потому что вот такие мотыги, вот точно того же типа, из такого же материала, они идут на геоглифе. Точно такие же скрёбла, вот один в один. Получается, что связь между жителями озера и строителями лося существует. Но что заставило наших предков взяться за сооружение столь гигантского рисунка? И почему в качестве объекта изображения был выбран именно лось? Учёные считают, что с помощью геоглифов, таких как Зераткульский лось, древние люди передавали новым поколениям важную информацию о своём роде, об окружающем мире, о законах бытия. В жизни наших праотцов лось играл огромную роль. Он был главным источником питания. Кроме того, для древних лось – священное животное, источник жизни и всего сущего. Образ лося, олицетворяющего Вселенного, встречается во многих культурах. Лось у таёжных животных, таёжных людей, был таким вот символом могучего зверя. И ему, скажем, не то, что ему поклонялись, но это сельским с уважением. Но тогда как же быть с предположением, что такой гигантский геоглиф древние обитатели здешних мест не смогли бы создать самостоятельно? По одной из версий, в какой-то период на эти земли, то есть в современный северо-западный угол Челябинской области, пришло новое население, стоявшее на более высокой ступени развития, нежели аборигены. Тогда строительство геоглифа можно воспринимать как демонстрацию их мощи, их могущества. А строился он, видимо, совместными силами чужаков и местных. Кстати, пришельцы сразу же таким способом, с помощью технологии строительства гигантских объектов, ясно давали понять, кто, как говорится в доме, главный хозяин. Остается еще много темных мест на теле каменного лося. Некоторые породы минералов, использованные при строительстве геоглифа, в этом крае нигде не встречаются. Да и сама кладка довольно сложна для наших предков. Камни не просто навалены и вбиты в землю, а скреплены меж собой глиной и обточены с одной стороны. Может, все-таки у наших предков были внеземные помощники? Тем более, что рядом найдены только мотыги, которые никак нельзя использовать для дробления камня. Значит, были какие-то другие высокопроизводительные инструменты. Все ждут новых сенсационных открытий в урочище Зюраткуль. Тех, которые в корне смогут перевернуть наши представления о зарождении цивилизации на территории современной России. Ряд исследователей предполагает, что история нашей страны началась не в IX веке с создания Киевской Руси, а намного раньше. И что гигантские территории, от Кольского полуострова до Дальнего Востока, были вотчиной не только диких племен, но вполне развитых цивилизаций. Следы этих цивилизаций находят повсюду. И делают все для того, чтобы передать знания о них потомкам. Что христианская церковь даже никогда и не пыталась официально высказываться по поводу местонахождения реликвии. Судя по всему, подлинная история Грааля со временем была забыта или даже подменена теми, кто был посвящен в тайну. Чтобы никто из простых смертных этот таинственный предмет никогда не смог обнаружить. Есть сведения, что в 394 году от Рождества Христова чаша находилась в Иерусалиме, в храме Сиона, возведенном на том месте, где проходила Тайная Вечеря. Возможно, позже она была перевезена в столицу Византийской империи, Константинополь, и хранилась там в одном из православных храмов. Однако дальнейшая судьба святыни неизвестна. В 1204 году в результате четвертого крестового похода Константинополь захватили и разграбили западноевропейские рыцари. При этом нигде не упоминается о том, что чаша попала в земли Западной Европы. Однако есть совсем другая информация. Грааль спрятали в одном из замков на Востоке. То есть получается, что легендарный кубок никогда не был ни во Франции, ни в Англии. Ну а если на Востоке, то где? В начале лета 1926 года на Симферопольский железнодорожный вокзал прибыл очередной пассажирский поезд из Москвы. На перрон сошла толпа курортников с чемоданами. Среди праздно наряженных пассажиров выделялась небольшая группа в полувоенной униформе, но безо всяких знаков отличия. Эти люди быстро прошли на привокзальную площадь, сели в поджидавший их автомобиль, который тут же сорвался с места и увез незнакомцев в неизвестном направлении. Впрочем, теперь уже можно немного приподнять завесу тайны и рассказать, кто это был на самом деле, а также обозначить маршрут таинственных пассажиров. Из Москвы в Крым прибыла особая научная экспедиция ОГПУ во главе с Александром Барченко, прежде всего эзотериком и исследователем паранормальных явлений, а потом уже чекистом. Правой рукой Барченко в этом выезже был астрофизик Александр Кандиайн. Они направлялись в район крымских пещерных городов. И миссия их была строго засекречена. Хотя никаких мероприятий по прикрытию экспедиции местное управление ОГПУ не проводило. На самом деле у путешествий в Барченко не нужны были никакие официальные прикрытия, потому что в те годы можно было уехать по линии ОГПУ и НКВД абсолютно в любое место Советского Союза, никому ничего не объяснять. То есть это было как бы определенное задание центра Москвы. Так какое же задание Москвы приехал выполнять в Крым-Барченко? Официально целью работ было исследование пещер в Бахчисарайском районе. Тогда ходило много легенд вокруг этих мест. Люди рассказывали о странных голосах, слышных на древних развалинах Мангупа и Чуфут-Кале в ночной тишине. То ли плач, то ли шепот, то ли смех, то ли всхлипывание призрачных людей, которые не в силах покинуть место, где, возможно, трагически оборвалась их жизнь. Кроме того, местные жители, пытавшиеся проникнуть в пещеры, не раз отмечали изменения внутреннего психологического состояния и даже непонятные телесные ощущения. Как будто какая-то непостижимая сила, сокрытая в недрах, то ставила перед ними невидимые заслоны, то, наоборот, манила в подземелья. Некоторым, кому удавалось побывать в пещерах, находили там удивительные предметы, свидетельствующие о том, что здесь давным-давно существовала какая-то неведомая цивилизация. В Крыму очень много исторических мест, исторических и, самое главное, еще и религиозных. То есть там, где жили древние народы, там те же самые амазонки, там очень много сокрыто разного рода артефактов, там уникальные места в плане природных энергий, там очень много источников, там одно из наших мистических мест планеты. Там сконцентрированы знания, там было очень много цивилизаций, которые оставили после себя очень много следов. Древний Мангуп с историко-географической точки зрения можно назвать крупнейшим пещерным городом в Крыму. Он занимает плато одноименной горы площадью без малого квадратный километр. Природа сделала это плато прекрасным местом для постройки здесь укрепленного поселения. Оно возвышается над соседними долинами более чем на 200 метров. С трех сторон его защищают крутые обрывы. А главное, плато располагает двумя источниками воды. Люди, конечно, этим воспользовались. Во всяком случае, многочисленные пещеры, сокрытые под скальной поверхностью Мангупа, исследователи считают городом. Причем не одним в этом таинственном крае. Часть пещер можно назвать скальными и подземными городами абсолютно смело. Причем они принадлежат к разным эпохам. И к эпохе, например, самых древних, еще до Тавров и до Скифов, и к эпохам Средневековья, к государству Феодора, к Крымской Готии и прочим вещам, которые до сих пор тоже покрыты просто флером загадок. Согласно древним преданиям, где-то еще в 3-м или 4-м веках в Крым пришли готы. Они одними из первых среди германцев приняли христианство и имели тесные связи с Византией. Но уже в 8-м веке полуостров захватили Хазары. Готы восстали против незваных гостей, но были истреблены беспощадными кочевниками. Лишь спустя 5 веков Мангуб смог возродиться. Город получил статус столицы крымского княжества Феодору. Правители княжества были в родстве с византийскими владыками, разговаривали на равных с европейскими королями. Однако расцвету государству Феодора не суждено было длиться долго. Город-крепость Мангуб лишь на два десятилетия пережил Константинополь, пав от турецкого оружия в 1475 году. До сих пор в этих краях ходят легенды о маленьком мальчике, родителей которого убили турки, после чего он сбросился со скалы, не желая попасть в руки врагов. Теперь его дух в ночной тьме заманивает на край обрыва чужеземцев, пытаясь отомстить за своих родителей. Другая легенда гласит о том, что все сокровища Мангуба, восставшие против турков горожане, укрыли в пещерах в глубине горы. Причем среди этих сокровищ была какая-то особо ценная христианская реликвия. Турецкий визир Ахмед Паша якобы знал о ней, и долгое время после взятия крепости пытался отыскать сокровища в пещерах. Есть даже легенда, что он упал со скалы во время поисков, и его дух до сих пор бродит здесь в напрасной надежде найти клад. И с этим духом сталкивается каждый, кто пытается проникнуть в пещеры Мангуба. Не он ли сводит с ума исследователей и ставит невидимые препятствия на пути в подземелье? Или что-то другое воздействует на следопытов? Все они встречаются с какими-то неопознанными объектами, то есть какими-то шарообразными или другой формы, какими-то предметами, которые там просто живут. Живут как одна из форм жизни в дальних углах этих пещер, грубо говоря. Похоже, что с подобными странными событиями в пещерах Мангуба столкнулась и экспедиция Александра Барченко в 1926 году. Вполне вероятно, что эксперты по эзотерике и паранормальным явлениям из особого отдела ОГПУ были к этому готовы. Обладая определенными знаниями и опытом, они могли обходить как физические препятствия, так и различного рода заклятия и наветы. Кстати, об истинной цели раскопок миссии ОГПУ в Крыму стало известно спустя несколько десятилетий, когда астрофизик Александр Кандиайн в частной беседе признался. Они искали некий чудесный камень, который многие сотни тысяч лет тому назад упал на Землю с созвездия Орион. А теперь вспомним, что святой Грааль, по версии некоторых исследователей, представляет из себя таинственный кристалл Ориона. Не тот ли это камень, который, согласно библейским легендам, выпал из короны поверженного Люцифера. А затем якобы его подобрали ремесленники и превратили находку в нечто, напоминающее чашу или кубок. Но удалось ли его обнаружить Барченко в пещерах Мангупа? Или нет? Тот артефакт, который он не нашел, зато он нашел элементы или письменности, либо знаний, и столкнулся с сущностями, которые там могут быть. То есть он получил определенного рода информацию. Какую информацию мог получить чекист и эзотерик Александр Барченко, когда находился в пещерах Мангупа в 1926 году? Возможно, он выяснил, что Святой Грааль все-таки не кристалл Ориона. А что же тогда это такое? Чаша? Или вообще что-то другое? Кстати, а почему он отправился на поиски этой реликвии именно в Крым? По Крыму всегда у различных инстанций и до, и до, и до советских, и в царское время была обширная информация о том, что в Крыму существует подземный мир, который отличается, очень сильно отличается от остального привычного мира и других обычных пещер, которые есть в других местах. То есть что-то находилось там, о чем-то проникли и просочились такие слухи, которые заставляли спецслужбы еще в 19-м, и даже, можно сказать, в екатерининские времена, знали о том, что там происходит что-то необычное. Но Барченко, похоже, знал что-то еще. Он скрупулезно изучал древние легенды и мифы и всегда безошибочно выделял из этих преданий необходимую для исследовательских работ информацию. Поэтому логика размышлений Александра Барченко была такова. Если придерживаться предположения, что какое-то время Грааль находился в Константинополе, а после разграбления города крестоносцами исчез и, согласно легенде, оказался в неком таинственном восточном замке, то не мангуп ли это? Вероятно, Барченко получил именно такую информацию, когда исследовал легендарный пещерный город. Во всяком случае, он наверняка разгадал загадку так называемой «золотой колыбели». Она была изображена на гербе княжества Феодора. О том, что могла собой представлять мангупская золотая колыбель, высказываются разные мнения. Одни считают, что это была купель из чистого золота, подаренная феодорийскому князю московским царем Иваном III. Другие видели в ней сходство с колыбелью Чингисхана. Однако Барченко, скорее всего, заметил одну важную деталь в росписях пещерных храмов, оставшихся со времени существования государства Феодора. В них часто присутствуют в том, что она содержала след этой крови. То есть, с физической точки зрения, свещественной, кровь испарилась, засохла и так далее. Только след, информационный след. Но все мистики, ну, в подавляющем большинстве, огромном считали, что чаша и копье, кстати говоря, они дают власть. Это очень нехорошо, но вот под властью они понимали владычество над миром. Возможно, что такой интерес к Граалю и заставило ГПУ отправить в Мангу Барченко. Надо заметить, что экспедиция снаряжалась по личному указанию Феликса Держинского. Но, как известно, Барченко реликвию не обнаружил. Позже его объявили врагом народа и расстреляли. После чего к Мангупу интерес чекистов остыл. Во всяком случае, это официальная версия. Однако, за всей этой историей, как выяснилось, полтора десятилетия спустя, пристально следили спецслужбы Третьего рейха. И даже есть предположение, что результаты раскопок Барченко были известны в Берлине. Якобы в начале 30-х годов 20-го века сотрудники Лубянки обменивались с коллегами из немецкой разведки какими-то данными по паранормальным явлениям, в том числе крымскими. Правда, такое предположение, по мнению некоторых исследователей, бездоказательно. Хоть отношения между нашими странами именно в эти годы были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы спецслужбы двух стран настолько откровенно обменивались информацией о найденных артефактах, тем более в Крыму, которые немцы всегда считали своим. Действительно, Крым немцы всегда считали своим, так как изначально его обживали древнегерманские племена готов. Когда началась Великая Отечественная война и нацисты оккупировали полуостров, Адольф Гитлер приказал отправить в Мангуб специальную команду исследователей для поиска в священной реликвии. Фюрер, склонный к мистике, хотел в полной мере воспользоваться легендарными магическими свойствами этого сосуда. Ранее в Венском музее Хофбург нацисты нашли копье римского центуриона Лангина, которым он пронзил тело Христа. В этом артефакте руководители Третьего рейха также видели источник магической силы. Гитлер полагал, что копье поможет ему победить в войне своих врагов СССР, Америку и Великобританию. В 1942 году в обстановке строжайшей секретности немцы развернули в Мангупе свой поисковый лагерь. Руководил экспедицией группенфюрер СС Отто Оллендорф. По его приказу были осмотрены храмы караимов, мавзолей дочери хана Тахтамыша Дженики Аханум и многочисленные пещеры. Искали и в татарских мечетях, и в руинах старых церквей, и в разваленных крепости Керменчик. Однако Грааль немцы так и не нашли. Не могут его найти и современные кладоискатели, которые каждую весну приезжают в Крым и тайными тропами идут к пещерам Мангупа и Чуфут-Кале. А дальше пытаются проникнуть в подземелье. Но, как правило, эти попытки оказываются тщетными. Большинство ходов в пещеры либо тщательно кем-то скрыты, либо завалены камнями. Их просто так почувствовать и пройти нельзя. То есть они охраняются. Охраняются и физическими какими-то там преградами, которые сейчас сложно сдвинуть или там почувствовать, найти. В том числе и энергетическими, какими-то духами теми же самыми. По всей видимости, тайна чаши Грааля раскрыта будет не скоро. Должно пройти очень много времени для духовного и нравственного очищения человечества. Слишком большой силой обладает священная реликвия, чтобы оказаться в руках нечестивцев и властолюбцев. Поэтому, пока мы не избавимся от подобных пороков, Грааль будет оставаться всего лишь библейской легендой. Утром 23 сентября 1977 года у всех, без исключения газетных киосков страны, было настоящее столпотворение. Спешившие на работу люди требовали свежий номер газеты «Социалистическая индустрия», которая вышла с необычной публикацией. Настолько необычной, что люди не верили в ее существование до тех пор, пока сами не увидели статью. Так что же сообщила своим читателям газета? Вот краткое содержание публикации. Жители Петрозаводской велись свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около 4 часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на Землю снапы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время лучевое свечение кончилось. Медуза обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера. Далее в публикации следовали расплывчатые комментарии экспертов. Но всем, кто держал в руках газету, стало предельно ясно. Петрозаводск атакован НЛО. И если об этом сообщает издание ЦК КПСС, то никаких сомнений быть не может. В послевоенное время в нашей стране говорить, а уж тем более писать в газетах о летающих тарелках, инопланетянах, а также о других, не укладывающихся в традиционное понимание явлениях, было не принято. Тем не менее, какая-то информация об НЛО из иностранных источников просачивалась. Например, про Розуевский инцидент 1947 года или про таинственную зону 51 в США. Эту информацию распространяли на стянутыми суровыми нитками листах с машинописным текстом. Читали такие истории про аномальные явления в основном студенты и аспиранты технических вузов. Люди с учеными степенями воспринимали подобную информацию скептически. Никаких летающих тарелок или блюдец не существует, заявляли они. Опубликуемые в иностранных изданиях фотографии инопланетян обыкновенные фальшивки. У советской науки много других проблем, поэтому ей абсолютно не досуг заниматься проверкой всякого рода небылец. И вдруг в ночь с 19 на 20 сентября 1977 года в небе над Петрозаводском произошло нечто. Как раз 1977 год он оказался наиболее урожайным на такие вот непонятные явления. Начался он с того, что Москву как следует тряхнуло в феврале. Это было первое за многие годы такое крупное землетрясение в Европе и в Румынии, которое имело отголосок в Москве. Москва встала на уши буквально, на дыбы. Но потом наступил сентябрь и произошло нечто, что всколыхнуло общественность в полном смысле этого слова. Старожила Петрозаводска до сих пор с содроганием сердца вспоминаю 20 сентября 1977 года. Где-то около четырех часов утра над городом завис огромный светящийся объект. Он имел непрозрачное ядро, окруженное, по-видимому, светящейся плазмой. Вначале это было нечто, отдаленно напоминающее яркую звезду на небосклоне, которая медленно перемещалась с запада на восток. Очевидцы сразу отметили, что непонятное явление связано с чем-то космическим. Возможно, с каким-то экспериментальным аппаратом, ракетой или вообще с инопланетной техникой. Потом яркая звезда разрослась, а точнее растеклась по небу и стала принимать облик медузы чудовищного размера. Почему именно медузы? Дело в том, что в период зависания объект выбрасывал светящиеся струи газов, напоминающие щупальца медузы. При этом некоторым очевидцам увиденное напомнило огненную бахрому. Вот физика возникновения этой самой бахромы, если честно, до сих пор непонятна. То есть, грубо говоря, газ, который истек из космического аппарата, достигнув какого-то предела, должен вместо распространения вбок, в стороны, должен вдруг опуститься в атмосферу и истекать некими стройами. То есть, иными словами, как это могло произойти, это большой-большой секрет и большая загадка для ученых. Видимый диаметр медузы очевидцы оценили примерно в 100 с небольшим метров. А высоту зависания над землей люди назвали по-разному от 5 до 7 километров. Странная медуза проплыла над центральной магистралью Петрозаводска, улицей Ленина. Затем объект остановился, еще больше увеличился в размерах, и вдруг из него брызнули на город тонкие красные лучи, похожие на струи проливного дождя. Видели его практически, ну, если не все жители города, то все люди, которые в это время находились на улицах и у окон своих, явления рассматривали пристально, некоторые фотографировали, снимали на кинопленку, снимали на фотопленку, эти все фотографии остались. Утром в окнах на верхних этажах некоторых домов были обнаружены круглые отверстия, причем стекла наружных рам оказались нетронутыми, а поражены были именно внутренние стекла. Позже эти окна с непонятными повреждениями были отправлены на экспертизу. Однако физики не смогли идентифицировать происхождение отверстий в стеклах, поскольку такого ровного, без трещин края не дает даже мощный лазер. Значит, это было какое-то неведомое для современной науки точечное высокотемпературное воздействие. Вот в том-то и фокус. То есть, когда рассматривалась версия МВД о том, что из рогаток ребята-хулиганы в одну ночь полгорода постреляли, вот, это, конечно, не выдерживает никакой критики. И вот такое высокотемпературное импульсное воздействие, оно фактически оказалось сфокусировано именно вот даже не на первых стеклах, а на вторых. Это, естественно, нонсенс. Еще один интересный момент отметили очевидцы, среди которых оказались и водители автомобилей. Хотя в столь раннее утро нужда заставила сесть за руль далеко не всех. Шоферы заявили, что двигатели их машин неожиданно заглохли, когда они проезжали под этой самой медузой. Неопознанный объект висел над улицей Ленина около четверти часа. Затем вызвавшее переполох явление сдвинулось с места и переместилось в район порта на Онежском озере. Зависла над сухогрузом Волга-Балк и в течение 10-12 минут повторила свой красный дождь. Силовые установки грузового теплохода также моментально заглохли. На городской станции скорой помощи начал разрываться телефон. Несколько десятков людей пожаловались на резкое ухудшение здоровья и потребовали немедленного приезда врачей. Страх, стресс у людей был, наблюдался, да, наблюдался выведение из строя на некоторое время электронного оборудования. Значит, но самое интересное, что вот из того объекта, который зависал, некоторые очевидцы рассказывают о том, что из него протянулся луч, свет один, единичный, как бы, да, на конце которого было нечто светящееся на вроде летающего блюдца маленького, ну или некого объекта, которое впоследствии просто отделилось от этого луча и приземлилось на поверхность земли. На следующий день весь Петрозаводск просто забурлил. Люди недоумевали и высказывали разные версии ночного инцидента. Региональный САПКОР ТАСС Николай Милов сразу отправился к директору Республиканской гидрометеорологической обсерватории Юрию Громову за разъяснениями. На что главный синоптик Карелии ответил так. Аналогов тому, что видели над Петрозаводском, раньше наблюдать не приходилось. Чем вызвано это явление, какова его природа остается загадкой, ибо никаких резких отклонений в атмосфере не отмечено не только за минувшие сутки, но и ранее. Что-то такое необычное, да еще для людей неизвращенных переизбытком информации, выглядело как чудо, привлекло внимание. Появилась масса свидетелей, в том числе и муниципальные службы, и местные милиции, и скорая помощь, и дежурные на всяких подстанциях. То есть город весь это сразу наутро весь узнал все, так сказать. Естественно, скрыть это было нельзя. Один из очевидцев Петрозаводского феномена, преподаватель физики, ехал в ночь на 20 сентября из Ленинграда в сторону Петрозаводска. Вдруг он увидел, как в юго-восточной части неба среди звезд появилась и стала увеличиваться светящаяся точка. Казалось, что неизвестное космическое тело входит в плотные слои атмосферы. Вдруг из этого тела стали выделяться клубы серого объект продолжал двигаться вниз. Облако вытягивалось, приобретая серебристый оттенок. При этом верхние лучи стали бледнее, а нижние, опускаясь к земле, светились интенсивнее. Потом облако приняло форму эллипса. Верхние лучи исчезли, а нижние протянулись до земли. Свет внутри облака стал красноватым. Потом объект исчез. Наблюдение длилось около 40 минут. Примерно в то же время стало известно, что явление в виде светящейся медузы наблюдалось не только с земли. Примерно за час до появления объекта в Петрозаводске аномалию в небе заметили пассажиры и экипаж самолета ночного рейса Киев-Ленинград. Борт уже готовился к посадке, как вдруг летчики сообщили в аэропорт Пулково, что нечто непонятное село им на хвост. Командир экипажа по радиосвязи с тревогой спросил диспетчера «Кто еще находится в моем воздушном коридоре? Никого нет», ответили с земли. Комплекс этих явлений не вписывался в некую такую классическую парадигму наблюдений и соответственно скорее всего можно предположить что наземным службам, которых запрашивали летчики наблюдая нечто необычное, было дано распоряжение не пугать экипажа. У нас нет свидетельств. Наблюдал ли РЛС наземных служб нечто? Скорее всего наблюдал, я думаю. В то время пока экипаж самолета, следовавшего ночным рейсом из Киева в Ленинград, вел радиопереговоры с диспетчерской службой аэропорта Пулково, в салоне установилась зловещая тишина. Все, без исключения пассажиры, прильнули к иллюминаторам и с любопытством, которое ограничилось тихим ужасом, наблюдали за тем, что происходило за бортом. Тех, кто безмятежно спал, разбудили и предупредили о возможной аварийной посадке. Люди готовились к худшему. Это было какое-то явление, какое-то огромное существо, как говорили некоторые из них, из свидетелей, которое просто летело, находилось рядом с самолетом, и ему не составляло никакого труда достигать скорости самолета, перегонять его или тормозить, отходить под прямыми углами, набирать высоту мгновенно и снижаться в противовес всем законам физики. Сообщение об инциденте в ночном небе Петрозаводска немедленно было отправлено в Москву. А спустя двое суток о событии написала та самая газета «Социалистическая индустрия». Материал о неопознанном летающем объекте появился также в Советской России и в «Известиях», но только в выпусках для Сибири и Дальнего Востока. В Москве и Ленинграде эти газеты вышли без новостей о происшествии в Петрозаводске. Дело в том, что центральные периодические издания печатались в региональных типографиях, куда по фототелеграфу заранее отправлялись редакционные матрицы. В европейской части СССР тираж запускался только спустя несколько часов. За это время органы цензуры успели внимательно изучить содержание и заставить дежурных редакторов убрать сомнительный материал. А сообщение об НЛО над Петрозаводском цензуры сочли именно сомнительным. В Советском Союзе официальная точка зрения была такая, что НЛО нет и ничего похожего на них быть не может, а все, что происходит, это какие-то или техногенные явления, или просто еще недопознанные какие-то явления природы. Так вот классифицировалась эта история с появлением странного медузообразного тела над Петрозаводском. Однако скрывать что-то было уже слишком поздно. Кроме того, сообщения об этом странном явлении стали поступать из-за рубежа, прежде всего из Финляндии, где не только наблюдали НЛО визуально, но и зафиксировали его на радиоэлектронных устройствах. Представитель управления внутренних дел Хельсинки утром заявил, что светящийся шар был виден с 3 часов 6 минут до 3 часов 10 минут местного времени. При этом полицейский добавил, что объект был очень ярким и оставил дымный след. На диспетчерской башне международного аэропорта финской столицы также сообщили, что следили по радару за светящимся шаром, который двигался на восток. Кроме того, диспетчеры отметили, что странное явление спровоцировало интенсивные радиопереговоры на территории Советского Союза в период времени, когда в эфире обычно полная тишина. Финские власти серьезно забеспокоились. Через несколько часов хельсинская редакция американского информационного агентства ЮПИ сообщила следующее. Яркий огненный шар, наблюдавшийся в течение около 4 минут ранним утром 20 сентября из Хельсинки, мог быть взрывом советской космической ракеты или последствием эксперимента с ядерным оружием. После чего финское правительство немедленно обратилось к Москве за разъяснениями. В самом деле, может быть, Советский Союз проводит какие-то испытания неизвестно чего, опасные для нас. И дело дошло до Леонида Ильича Брежнева, который сказал, безусловно, этим надо заниматься, это надо разобраться. Подключили военных, которые ничего не смогли толком объяснить. Одновременно подключили ученых. Была даже сформирована специальная комиссия Академии наук, в которую вошли авторитетные эксперты. Чуть позже директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, академик Владимир Мигулин, объяснил загадочное петрозаводское явление эффектами, связанными с запуском с космодрома Плесецк искусственного спутника Космос-955. В районе Петрозаводска, на севере страны, там много происходит различных таких явлений и метеорологического характера, в том числе даже достаточно редкие. Ну и само собой, поскольку рядом недалеко Плесецк, были всякие запуски и так далее, которые тоже дополнительно давали интересные эффекты. Да, действительно, в ту ночь секретного космодрома Плесецк стартовала очередная ракета с космическим спутником военного назначения. А поскольку этот космодром находится не так далеко от Петрозаводска, то при определенных атмосферных условиях следы запуска ракеты вполне могут превратиться в необычные образы, которые предположительно отметили в своих рассказах очевидцы. Эти эффекты связаны с рассеиванием солнечного света на газопылевом облаке, образованном продуктами сгорания топлива. Метеорологи считают, что лучше всего такие эффекты видны в сумерках, когда трасса ракеты проходит в области, освещенной Солнцем, а наблюдатель находится на ночной стороне Земли, то есть в темноте. Форма газопылевого следа и его размеры могут меняться и достигать самых верхних слоев атмосферы. А поскольку все это происходит на высоте более 100 километров, то такие эффекты хорошо видны на больших территориях. Однако эту версию значительная часть исследователей считает несостоятельной. Во-первых, согласно свидетельствам очевидцев, объект висел прямо над головами людей, а не высоко в небе. Это было доказано специалистам по уфологии, доцентам Московского авиационного института Феликсом Зигелем, который моментально выехал в Петрозаводск после инцидента. Я был поражен тем, насколько профессионально с точки зрения науки тот же Феликс Юрьевич подошел к рассмотрению этого феномена. Он взял и прямо на одном листочке обыкновенной МА-4 в полярных координатах рассчитал высоту этого явления, зная о том, что наблюдался он в Петрозаводске, вот в Хельсинке, еще там в ряде мест, координат, которых были известны. Высота 20 километров. Вот. Ни о каких пусках космос, там номер такой-то, и речи не могло бы быть. И второе немаловажное замечание. Его приводят в качестве аргумента те исследователи, которые предпочитают рассматривать Петрозаводский феномен именно атакой инопланетного летающего объекта, а не эффектами от последствий пуска космической ракеты. Суть замечания следующая. Никакое атмосферное явление, да еще с высоты 100 километров, не способно точечно воздействовать на технику и выводить ее из строя, а также причинять вред живым организмам, как это было отмечено в ту ночь в Петрозаводске. Согласно собранным свидетельским показаниям, есть несколько эпизодов, говорящих о том, что во время Петрозаводского дива, или Петрозаводского явления, как его по-разному называют, глохли моторы некоторых автомобилей, утверждают, что было воздействие на животных, было воздействие на здоровье людей, было воздействие на местность, и как, каким излучением на таком расстоянии возможно воздействовать на технику, на двигатели автомобилей, собственно говоря, никто не знает, как воздействовать на двигатели автомобилей, даже на маленьком расстоянии. Несмотря на многие нестыковки в выводах комиссии Академии наук, версия, что жители Петрозаводска наблюдали не летательный аппарат инопланетного происхождения, а просто очень необычный эффект, связанный с экспериментом по запуску космической ракеты, была представлена как основная и официальная. При этом никто не обратил внимания на одну деталь. Медуза появилась раньше. То есть, как вы понимаете, последствия эксперимента не могут возникнуть до начала эксперимента. Вот это несоответствие до сих пор не дает оснований нам считать, что все происходящее над Петрозаводском есть суть последствия космического запуска космоса 955-го. Явление видели уже за несколько часов до Петрозаводска, видели в Финляндии и видели из иллюминаторов самолета Киев Ленинград видели все пассажиры этого самолета, которые летели как раз вот в том направлении. То есть, оно появилось уже тогда. Прошел месяц после таинственного события в Петрозаводске. И вот утром 23 октября 1977-го года к дому номер 4 на Старой площади в Москве подъехал черный лимузин. Из него выскочил мужчина средних лет с немного растерянным видом и быстро вошел в подъезд с вывеской Центральный комитет КПСС, секретариат. В руках мужчины была толстая папка. Визитера встретил референт отдела науки ЦК и провел в комнату для совещаний. Там уже ждали гостя. Причем не столько его, а папку, которую он привез. На титульном листе папки было написано для служебного пользования феномен 20 сентября 1977-го года. Описание явления. Предварительный анализ данных. Изучение папки длилось почти сутки. Собранный секретариатом ЦК экспертный совет был шокирован приведенными в документах фактами, данными анализов и выводами составителей. Не было никакого сомнения, что происшествие в Петрозаводске не являлось эффектом, связанным с запуском космической ракеты. Но тогда что это? было мучительно трудно признать, что событие связано с инопланетным разумом. Но других объяснений не было. Эта история будоражила сознание еще целых 15 лет. А потом как-то незаметно утихла. Утихла вместе с тайной, которую так никто и не смог раскрыть. это произошло в конце мая 1968 года у Атлантического побережья Флориды. Группа гидрогеологов изучала край континентального шельфа близ Майами. Специальное технологическое судно для подводных и спасательных работ медленно буксировало на тросе профессионального водолаза в тяжелом скафандре. Водолаз осматривал песчаное дно, глубина которого составляла около 15 метров. И вдруг он увидел что-то округлое, похожее на черепаху или крупную рыбу. Чтобы идентифицировать непонятное существо, водолаз попытался приблизиться к нему максимально близко. В этот момент странный обитатель моря повернулся. У него была морда обезьяны и вытянутая вперед голова на непомерно толстой шее. Разглядывая человека в скафандре, чудовище подобно змее изгибало тело. Глаза были выразительные, как у людей, только гораздо крупнее и, по всей видимости, приспособленные к подводной жизни. По гидроакустической связи водолаз сообщил об увиденном наверх. С корабля тут же дали команду немедленно подняться на борт, предупредив, что встреча с этим существом предельно опасна. Однако загадочный их тендер атаковать водолаза не стал. Существо развернулось и моментально исчезло в полумутной морской бездне. наукой доказано, что жизнь на нашей планете зародилась в воде. Для этого в мировом океане есть все необходимое. Обильная белковая пища, кислород, обширные пространства для обустройства жилища, даже минеральные ресурсы. Так почему бы там не быть и разумной жизни? Есть даже предположение, что люди произошли не от обычных обезьян, а от земноводных приматов-амфибий. А вот все ли эти приматы вышли на сушу? Кстати, далекие предки китов когда-то оказались на земле, побродили по ней и вернулись опять в водную стихию. Им там показалось комфортнее. Поэтому нельзя отрицать и предположение, что часть обитающих в воде предков человека вышла на сушу, а часть осталась в морях. Не исключен вариант, что какие-то сухопутные приматы вернулись в океан и приспособились к жизни под водой. Человечество наверняка обязано своим происхождением в какой-то водной среде, потому что у трубы матери тоже водная среда. У трубы матери повторяют глобально всю историю человечества, которое тоже произошло оттуда по теории эволюции. Но теорию эволюции сейчас уже многие отрицают, но те, кто считают себя эволюционистами и последователями дарвинизма, они говорят все-таки, что человек эволюционировал из водных млекопитающих. Не так давно знаменитый британский натуралист и криптозаолот Айвин Сандерсон опубликовал довольно занятную книгу о биологии неопознанных существ. Там автор выдвинул теорию, что на нашей планете существует высоко развитое сообщество разумных млекопитающих, которое миллионы лет назад обосновалось на дне океана. На удивление с британским ученым согласилось немало исследователей. Действительно было бы странным, если бы эволюция не породила в водной среде собственную цивилизацию. А если это так, то теория Сандерсона дает повод предполагать, что под жутким давлением воды, в темноте и безмолвии морского дна могут обитать таинственные и нелишенные интеллекта ихтиандры. Когда мы говорим о том, что под водой может находиться некая цивилизация, мы сами того не подозреваем, затрагиваем архиважный вопрос. А что такое цивилизация? А кого мы ищем в просторах космоса или вот под водой? Как выясняется, мы ищем самих себя с таким же уровнем морали, с таким же уровнем этики, нравственности, техники, законности, форм социального устройства? Вот кого мы ищем. А таких нет. Надо признать, что скептиков, подвергающих сомнению даже саму мысль о том, что в океане может существовать высокоразвитая цивилизация разумных существ, немало. Один из критиков теории Сандерсона и других исследователей, поддерживающих британского натуралиста и криптозоолога, небезызвестный Малком Скотт Карпентер. Он второй американский астронавт, совершивший орбитальный полет на космическом корабле «Аврора» в мае 1962 года. Однако в НАСА оказались недовольны работой Карпентера на орбите и отстранили его от следующих полетов. И тогда американский астронавт переключился на исследование океана. С 1965 года он стал заниматься подводными экспериментами в интересах военно-морских сил США. При этом активно сотрудничал со знаменитым океанологом и изобретателем акваланга Жаком Эвом Кусто. Карпентер побывал почти во всех уголках мирового океана. Опускался на большие глубины и нигде не встречал даже намеков на следы какой-либо подводной цивилизации. Он отмечал, что в воде под океаном в глубинах опасности для человека на порядок больше, чем в космосе. Там совершенно другие освещенности, температура, химический состав среды, там как бы силы тяжести, да, давление самое главное. На каждом вот слое, так сказать, глубина там разные химические процессы в организме идут. То есть человека подобные сущности организовать там цивилизацию не может. Тем временем японские рыбаки по возвращении из Путина рассказывают удивительную историю. Например, как моряки шхуны Немура вытаскивали на палубу трал с уловом и вдруг увидели в сетях странное существо, которое, оказавшись над водой, разбушевалось и вырвалось из плена. Старожилы утверждают, что это человекоподобные амфибии, живущие в прибрежных водах острова Хонсю. Их также неоднократно видели рыбаки у берегов острова Авардзи. У этих существ есть даже прозвище, которое им дали местные жители. Капа. Очевидцы утверждают, что этот Капа представляет собой нечто среднее между лягушкой и черепахой. Лягушачья кожа, вместо носа клюв, пальцы на руках и ногах могут быть соединены плавательными перепонками, на голове короткая шерсть, на спине может быть черепаший панцер. Тело источает рыбий запах. Две руки Капы соединены друг с другом в районе лопаток. Если потянуть за одну, то другая сожмется или вообще может выпасть. Однако есть другая разновидность Капы, похожая на обезьяну. Все тело покрыто шерстью, во рту имеются клыки, носа практически незаметно, на руках есть большой палец, на ногах пяточная кость, а черепашьего панциря может и не быть. На самом деле все большее число исследователей признают сегодня, что мы под водой не одиноки. То есть все, что мы недоизучили под землей и под водой, это как раз остаются наши соседи по планете, которые там обитают и создают, а может быть создали давно уже и поддерживают свою цивилизацию какую-то. и эти существа многолики и многообразные и по форме и даже, скажем, по содержанию так, и очень часто входят с нами в контакт. Кстати, упоминания о таинственных подводных жителях можно найти в мифах многих народов мира. Например, у шумеров. Когда археологи, исследуя развалины древней Месопотамии, обнаружили глиняные таблички с клинописью и расшифровали их, то один из документов показался исследователям наиболее любопытным. В тексте упоминалась раса полурыб полулюдей, которая обитала в пучине Персидского залива. Самое интересное, что эти подводные обитатели одно время поддерживали тесный контакт с шумерами и не только поддерживали, но и учили их, как жить и развиваться. В одной из шумерских табличек с клинописью была фраза следующего содержания «У края моря, что омывает Вавилон, появились существа». Их прозвали Кулилу, а главного величали Аонессом. Говорили они человеческим голосом, как и мы. Днем они обучали нас письменности и всяким наукам. Когда солнце заходило, существа снова погружались в воду залива, потому что они были земноводными. Конечно, данный древний текст можно принять за обычную шумерскую сказку. Однако некоторые исследователи склонны утверждать, что такое могло быть и на самом деле. Вспомним, что вся жизнь на нашей планете зародилась в воде. Вполне вероятно, что и человек. Но не все вышли на сушу. Возможно, из-за задержки в процессе эволюции или по каким-то другим причинам. Во всяком случае, сегодня уже почти никто не сомневается в реальном существовании русалок, то есть существ с человеческим телом и рыбьим хвостом. А не те ли это кулилу из древних шумерских текстов? Русалки, в принципе, чем-то даже на нас похожи, то есть просто более приспособлены к обитанию на морских глубинах. То есть они могут дышать под водой и для них созринено дыхание чистым кислородом. У них созринено движение по воде, потому что их тела приспособлены к движению под водой. Соответственно, это какие-то либо плавники, либо перепонки, которые позволяют отталкиваться от подводной массы. Соответственно, общение между нами тоже крайне затруднительно, потому что есть их язык общения, есть наш язык общения, и они разные, конечно. Самым богатым на различные страны происшествия и сенсационные свидетельства в области паранормальных явлений считается 20-е столетие. Эти происшествия даже попытались собрать в специальный даджест-хронике необъяснимых событий. Одна из глав этого сборника посвящена рассказу некоего Геннадия Боровкова из Риги, когда тот отправился на отдых на Черное море. Было это еще до развала Советского Союза. Курортник увлекался подводной охотой, но однажды он одномоментно покончил со своей страстью. Произошло это в Анапе. Геннадий с подводным ружьем спустился в море всего метров на 7-8 и затаился в ожидании добычи. И вдруг оцепенел. Из зеленоватой глубины прямо на него плыли огромные существа. Совершенно белые и с человеческими лицами, без масок, аквалангов, с крупными рыбьими хвостами. то существо, что плыло впереди трех других, увидело подводного охотника, остановилось, уставилось огромными выпуклыми глазами, напоминающими человеческие. К нему подплыли остальные. И тогда существо махнуло рукой в сторону пловца. Не плавником, а именно рукой, хотя и с перепонками между пальцами. И тут все стали разглядывать человека, не подплывая ближе трех метров. И вдруг как по команде быстро поплыли назад в открытое море, шевеля только могучими хвостами. Когда они скрылись, подводный охотник вылетел из воды. Больше он в море не заходит. А на Каспийском море отдыхающие до сих пор опасаются купаться в районе Абширонского полуострова. Все началось еще в 60-е годы прошлого века, когда несколько купальщиков на Каспии в районе Баку столкнулись напрямую лицо к лицу прямо с такими огромными существами двух, трех, четырех метровой длины. У страха, конечно, глаза велики и им приписали даже огромные хвосты. Но дальнейшие встречи показали, что речь идет об обычных, похожих на людей существах просто гигантского роста, которые выплывают из глубин. большим любопытством относятся, как бы осматривают человека. Местные жители прозвали этих таинственных существ рунаншахами. Само слово рунаншах иранское и в переводе означает повелитель вод. Доктор Али Джафаров, научный сотрудник НИИ биологии Российской Академии наук считает, что это человекообразное существо, живущее в морской среде, питается мелкой рыбешкой. Несмотря на то, что рунаншах обитает в воде, его иногда видят и лежащим на берегу. Выглядит он как человек среднего роста, плотного телосложения, с бледным, голубовато-серебристым цветом кожи и зелеными, как водоросли, волосами. Лицо рунаншаха, хоть и похоже на человеческое, все же имеют некоторые отличия. Например, отсутствуют уши и подбородок, нос крупный и горбатый, глаза большие и круглые. Конечности рук состоят всего лишь из четырех пальцев, между которыми натянута перепонка. Ноги короче, чем у человека и заканчиваются чем-то вроде ласт. И некоторые даже люди, которые потом рассказывали, что они испускают какие-то сигналы, которые порождают в мозгу определенные образы. То есть эти люди представляли себе какие-то странные города, какие-то постройки, какие-то селения, вот такие непонятные, как будто из воздуха возникшие и потом снова исчезающие. Как и откуда таинственное существо с именем Рунаншах могло появиться у Абширана? И почему исторические летописи ничего об этом чудище не говорят? Каспий удивительное природное образование. Сейчас это самое большое соленое озеро в мире. Но есть мнение, что раньше Каспий был морем. Исследователи предполагают, что на его дне существует цивилизация, и Рунаншах является ее представителем. Кстати, раньше это существо встречали и на севере Ирана, и даже в Туркменистане, в районе Челикена. Исследователи уверены, что цивилизация, которой принадлежит Рунаншах, одна из самых древних на Земле. И она жила себе тихо, мирно, скрытно от глаз человека, пока не началась интенсивная нефтедобыча на Каспийском шельфе и безудержная эксплуатация рыбных ресурсов. Все это заставило Рунаншахов активизироваться. Но если даже в таком мелководном водоеме, как Каспийское море, предположительно могут обитать таинственные существа, напоминающие фантастического Ихтиандра из романа Александра Беляева «Человек-амфибия», то что тогда можно говорить об огромных океанских глубинах? Куда человеку попасть крайне затруднительно? Например, в знаменитую Марианскую впадину. Марианская впадина или Марианский желоб самое загадочное место в мировом океане. Причем наибольшую глубину в этой впадине имеет так называемая «бездна челленджера», расположенная на юго-западе желоба и уходящая вниз более чем на 11 километра. Впадина всегда привлекала внимание ученых. Начиная с середины прошлого века несколько международных научных экспедиций исследовали ее дно, задаваясь вопросом, а могут ли там обитать хоть какие-то живые существа, находясь под давлением океанических вод в 1100 атмосфер, при низкой температуре и в полной темноте? Первыми измерили глубину желоба советские ученые в 1957 году. Они же доказали, что даже при таком огромном давлении там обитают живые организмы. Но кто именно? Представить себе вот эти размеры, эти глубины можно, мысленно поместив Эверест в Барианскую впадину. То есть, если его туда поставить, то еще можно представить, что 2 километра еще над Эверестом будет еще воды. Вот это такой ужас, такое давление, которое давит на все объекты, которые там находятся, на этой глубине 10-10, 940, там плюс-минус 40 еще. Вот это вот, казалось бы, такая глубина, на которой на сантиметр давит там несколько десятков тонн. Давление такое имеет место. Как там можно жить? На самом деле живут еще как. В 1960-м году батискав триест с учеными из США на борту опустился до самого дна и пробыл там целых 12 минут. По сей день повторить это не удалось никому. Гидронавты смогли увидеть несколько странных крупных рыб. В 90-е годы прошлого столетия японские ученые смогли взять пробы грунта со дна. Позже в нем обнаружили несколько видов простейших организмов ранее неизвестных науке. И вот в 2003-м году экспедиция судна Гломар Челленджер начала спуск новейшего аппарата для исследования глубин впадина. Вдруг приборы стали записывать какие-то странные звуки, напоминающие скрежет при распиливании железа. А на экране монитора люди увидели тени каких-то огромных монстров. Звуки продолжались более часа. И ученые решили срочно поднять аппарат на поверхность. Не на шутку испугавшись, что дорогостоящее оборудование сгинет в пучине. Через восемь часов аппарат подняли и все пришли в ужас от увиденного. Металлические части приборов исковеркано, а 20-сантиметровый трос, на котором опускали оборудование, почти полностью перепилен. Какое же чудище смогло это сделать? Позже исследователи предположили, что гидронавты неосознанно вторглись в некую запретную зону. Зону обитания каких-то существ, возможно, даже разумных. Вот только непонятно, был ли контакт этих существ с гидронавтами дружелюбным или агрессивным. Более логично второе. Загадочные монстры защищали свое глубоководное место обитания от незваных пришельцев. Однако исследователи не похоронили идею вновь проникнуть в эту зону. Дело в том, что разумных обитателей подводных глубин осталось очень мало. Их реально не так много. Встретиться с ними тоже тяжело. Нередко когда сами выходят на контакт или поднимаются на поверхность. Общение с ними может нам дать знание о подводной глубинах. Исследователи убеждены, что в бездне гигантского желоба обитает какой-то диковинный зверь. Скорее, даже целая колония загадочных монстров. Косвенным подтверждением этого стали недавние находки на берегах северных Марианских островов и острова Гуам. Это сравнительно недалеко от границ впадины. Местные жители там натыкаются на мертвые тела 80-метровых чудищ. Также на этих островах были найдены гигантские зубы. Сейчас ученые спорят, кому они могут принадлежать. Одни доказывают, что это останки громадной доисторической акулы. Предполагалось, что эти акулы вымерли около трех миллионов лет назад, но найденные зубы гораздо моложе. При этом ряд исследователей считает, что это некие разумные существа, погибшие в пучине и выволоченные своими сородичами на сушу. Но для чего? Загадка, которую никто пока не может разгадать. То есть эти существа обладают такими свойствами, которые просто не присущи ни одному живому существу на свете. Но еще более интересно то, что при них, например, существуют какие-то другие еще твари, которые живут, паразитируют на них, при них, как рыбки лоцмана при акулах. Периодически они вгрызаются в это основное тело, удаляют, например, какие-то больные пораженные органы с челюстями своими как бы вгрызаются и как бы хирургами такими живыми работают. Вот такие вот вещи там происходят. Но это только малая доля того, что известно про марианских обитателей. Сейчас уже мало кто из исследователей сомневается, что в глубинах мирового океана вполне может существовать древняя цивилизация. Причем по своему развитию она может даже опережать нашу. В подтверждение этому можно привести пример с последней необычной ситуации, которая произошла с научно-исследовательским батискафом Кальмар австралийских военно-морских сил. Подводный аппарат работал в так называемой котловине Беллинсгаузена. Эта котловина находится в юго-восточной части Тихого океана между материковыми склонами Антарктиды и американского континента. Максимальная глубина составляет там около 6 километров. Батискаф был снабжен видеокамерой с дистанционным направлением и шел в 40 метрах над дном. Во время съемки в объектив попали странные объекты овальной формы с четкими контурами, излучавшие сильный внутренний свет. После изучения видеозаписи учеными Мельбурнского университета и специалистами ВМС Австралии был сделан вывод, что камера батискафа зафиксировала какие-то сооружения явно искусственного происхождения. Решено было повторить съемку этого же района. Через пару недель батискаф снова опустили в то место, где были загадочные постройки. Но там, кроме ровного дна, уже ничего не было. Хозяева глубин предпочли замести все следы своего присутствия. Это загадочное событие произошло в 1974 году в двух километрах на восток от румынского города Айот. Группа рабочих трудилась в песчаном карьере на берегу реки Муреж. Неожиданно искавшая экскаватора вместе с мелкозернистым песком на землю выпали три небольших, но очень странных предметов. Эти предметы находились на глубине около десяти метров от поверхности под сильно затвердевшим от времени дерном. Рабочие обратились за разъяснениями к местным властям и те прислали археолога-любителя. В двух предметах археолог опознал останки какого-то животного, а вот третья находка вызвала у исследователя недоумение. это было что-то напоминающее каменный топорик. Все три предмета тут же отослали в археологический институт города Клуйнопока. Там артефакты очистили от многовекового налета. Останки животного опознали быстро. Это были части коренных зубов молодого мастодонта. Мастодонты, предки современных слонов, обитали на планете несколько миллионов лет тому назад. Третий же предмет опознать не удалось. Когда провели химический анализ странной находки, то выяснилось, что она полностью из металла и безо всякого сомнения являлась творением рук, как минимум представителя рода хомохабелес, то есть человека умелого. Как этот предмет мог оказаться в отложениях грунта, возраст которого не менее миллиона лет? Эта загадка шокировала ученых. И самое главное, заставила серьезно заподозрить то, что история нашей планеты скрывает что-то очень важное и абсолютно нам неведомое. Странные находки, происхождения которых никто и никак не может разгадать, происходит в мире с завидной регулярностью. При этом исследователи склонны тщательно скрывать факты их существования. И все потому, что таинственные артефакты полностью перечеркивают привычную картину мироздания. В декабре 1852 года неподалеку от Глазга в Шотландии в куске угля был обнаружен железный инструмент необычного вида. Некто Джон Бьюкинен представил эту находку местному ученому совету и сопроводил ее письменными показаниями пяти рабочих, присутствовавших на месте открытия. Ученые изучили предмет и вынесли вердикт. Это наконечник багра, утерянного горняками в доисторические времена. Но предмет-то находился внутри куска минерала. Это во-первых. А во-вторых, добыча углеводородов в этом районе никем и никогда не проводилась. В 1891 году в американском штате Южный Иллиновс опять же в куске угля была найдена золотая цепь длиной приблизительно 10 сантиметров. Плетение было настолько необычным, что привело в изумление всех, кто ее видел. Находка подтверждена многочисленными свидетельствами. Возраст породы, из которой извлекли артефакт, соответствовал пятому дому.